Девочка-пай Практически любой паломник, приезжающий в Дивеевский монастырь, обойдя храмы святой обители, помолившись у мощей батюшки Серафима и поклонившись другим реликвиям этого удивительного места, захочет отправиться на святые источники, которых в округе немало. Что ж, пойдем и мы путем пилигримов и познакомимся с родниками, из которых с молитвой благоговейно набирают воду приходящие сюда люди. Отправимся вначале на самый дальний родник. В нескольких километрах от села Дивеева есть деревня Цыгановка, и вот там-то как раз и находится это святое место. Скажем, сразу добирались мы до Цыгановки на специальном автобусе, который отходит от монастыря. Расписание можно узнать в паломническом центре святой обители. Итак, приехав сюда, вам может показаться, что вы оказались в каком-то сказочном месте. Вы увидите аккуратные зеленые крыши с маковками куполов и выпуклыми вершинами, называемыми в архитектуре бочками, бревенчатые домики – это купальни, а рядом часовню в честь преподобного Серафима Саровского. Но откуда же это ощущение чего-то необыкновенного? Не только ведь от окружающей красоты. На самом деле, приезжая сюда, паломники оказываются в самом настоящем Саровском лесу. Правда, само место, освященное подвигами батюшки Серафима, находится чуть дальше. Вот фотография Саровских торжеств 1903 года. Здесь Николай II вместе со свитой, а также Александра Федоровна и другие члены Августейшего дома находятся рядом с другим, первым источником преподобного. Вот фотография царицы Александры Федоровны у входа в купальню, при этом же святом источнике. А здесь императрица Александра Федоровна с сестрой и великой княгиней Елизаветой Федоровной посещают источник преподобного Серафима. Снимок сделан также в дни Саровских торжеств 17-19 июля 1903 года. Те источники, к сожалению, стали недоступны для массового посещения паломников. После 1917 года Саровский монастырь подвергся разорению, а в конце 40-х территория всего Сарова становится закрытым режимным объектом. После того, как Саров стал закрытым городом, источники преподобного перестали быть доступны для поклонения. Тогда, уже в 60-х годах 20 века, появился новый источник батюшки Серафима. Сохранилось предание, что здесь солдаты-охранники однажды увидели старца в белом балахончике с посохом в руке. Он стоял на том месте, где ограждение подходило к реке Сатис. Старец трижды ударил посохом о землю, и из трех мест забили родники. На них и перешли силы и славы знаменитых саровских серафимовых источников. Вот лишь некоторые отзывы об этом чудесном месте. Это озеро завораживает с первой минуты. Даже просто смотреть на него так приятно. Душа замирает. Бирюзовая вода – чудо. Вход для окунания оборудован с разных сторон. Можно спуститься по пологим ступенькам постепенно. Это для тех, кто привык закаляться. А с дальней стороны источника оборудованы маленькие купели. Обливались ледяной водой. Вода необычно голубого цвета. Люди съезжаются со всей страны. Поклониться святому Серафиму. Ощутить благодать. После купания просто постойте и насладитесь красотой этого места. Посмотрите на воду, посмотрите на людей, приходящих к источнику, на их радостные лица. И вы обязательно почувствуете единение с ними. И для вас станут понятными слова братья и сестры во Христе. И вы обязательно ощутите благодать Божью, покрывающую это место по молитвам святого батюшки Серафима, нашего помощника и молитвенника о душах наших. В советские годы источник даже хотели засыпать. Подогнали трактор, но он сломался. Тракторист ждал, пока привезут новую деталь. В это время из-за дерева показался тот же старичок. Назвал тракториста по имени и сказал, не засыпай мой источник. Как окружающие не уговаривали тракториста, он засыпать источник отказался. А начальника, который давал приказание засыпать источник, сняли с работы. В 1994 году русло реки отвели и устроили искусственное озеро из святой ключевой воды. Также паломники, приехавшие на источник, могут пройти по познавательной тропе святой Дивеевской земли. Она расположена практически на границе между республикой Мордовия и Нижегородской областью. До Мордовии здесь и правда рукой подать, но давайте отложим это путешествие до другого раза. А сейчас вновь поедем к Серафима Дивеевскому монастырю. Сейчас мы начнем знакомство с самым древним святым источником обители. Казанский источник за Голубинным оврагом. Вот полное название этого места. Пройдем же дальше и посмотрим, как выглядят святые родники. Внешне здесь все похоже на источник батюшки Серафима, но это место связано с другой подвижницей, преподобной Александрой, в миру Агафьей Семеновной Мельгуновой, первоначальницей Дивеевской обители. Полагают, что родник этот существует еще от начала села Дивеева и был почитаем уже в XVIII веке при матушке Александре. Отсюда, с берега Старой речки, брался белый известняк для устройства фундамента казанского каменного храма в селе Дивеево. Но главное, что предание сохранило память о троекратном явлении здесь в давние времена – Царице Небесной. И это сейчас здесь деревянное здание, а когда-то была большая часовня с мраморным иконостасом. В ней служились водосвятные молебны. В часовне у источника хранилась явленная икона Божией Матери Казанская. История ее обретения относится к 1936 году. Тогда Дивеевский житель увидел подо льдом замерзшего источника икону очень древнего письма. В 1943 году она чудесно обновилась. Теперь же эта святыня находится в Троицком соборе Серафима Дивеевского монастыря. И в 50-е годы люди продолжали идти к казанскому источнику. А в 90-х годах здесь были устроены часовня и купальня. В начале уже этого века рядом с казанским источником устроили и осветили еще два родника в честь великомучника Пантелеймона и в честь иконы Божией Матери Умиления. А теперь давайте пойдем к источнику, который находится ближе всего к святой обители. Из-под монастыря течет источник. Так народное христианское предание говорит нам о роднике, который посвящен преподобной Александре Дивеевской. Правда, до 60-х годов минувшего века он находился в другом месте, на берегу реки Вичкинзы. По преданию он истек из могилы преподобной Александры, которая была похоронена у алтаря Казанской церкви. Вот и говорили, что источник из-под монастыря течет. А в середине 20-го столетия святой источник был затоплен при устройстве запроданной реке. Но не оставила матушка Александра без утешения паломников. Образовался новый источник. Точнее, есть мнение, что тот родник просто перешел на другое место. Есть здесь и бревенчатая часовня, посвященная преподобной Александре, где можно помолиться перед тем, как набрать воды. Есть и купальня. На территории источника сделан отдельный вывод воды, где ее можно набрать в бутылке. Также имеются лавочки для отдыха. На кричении Господне, праздник иконы Божьей Матери, живоносный источник, и на приполовении Пятидесятницы сюда совершаются крестные ходы и освещается вода. Место здесь очень живописное. На пруду плавают уточки и открывается прекрасный вид на монастырь. Уже темнеет, но нам надо идти дальше, ведь мы хотим успеть и на другой родник. Этот источник преподобная Александра Дивеевская ископала сама, для того, чтобы рабочие, которые добывали камень для строительства Казанской церкви, смогли утолить жажду. Было это в 70-х годах XVIII века. Иверский источник, так его здесь называют. Чтобы не плутать и быстрее прийти сюда, направляйтесь вперед, прямо по дорожке от источника Матушки Александры. Здесь, так же, как и на других Дивеевских источниках, устроены колодец и купальня. На праздник приплавения Пятидесятницы здесь совершается освещение воды. На этом святом месте нашу съемочную группу и застали сумерки. Но, наверное, так и должно было случиться, чтобы мы смогли увидеть и показать вам, как красивы источники, даже когда наступает темное время суток. Святые источники. Мы стремимся к ним, чтобы набрать воды, которую увозим с собой домой. Мы молимся здесь, прося помощи и заступничества. Мы окунаемся в ледяную воду, надеясь на выздоровление души и тела. Этой водой мы хотим утолить жажду духовную и уповаем на предстательство угодников Божьих, Царицы Небесной и Господа Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok